В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот и некоторые темы этого выпуска. С сентября изменится порядок и правила сдачи экзаменов на права и процедура получения водительского удостоверения. Несколько судоходных предприятий привлекут к ответственности за загрязнение ОКИ. И в Рязани проходит соревнование по воздухоплаванию «Небо России». Десять дел об административных правонарушениях возбудили сотрудники транспортной прокуратуры. В ходе проверки рязанских судоходных предприятий, среди прочего, было выявлено, что некоторые из них загрязняют главную городскую артерию. Подробности знает Анна Герцовская. На судах должно быть установлено расчет автономности плавания судна, в ходе которого устанавливается срок нахождения источных вод в сборной цистерне. В основном он не превышает шесть суток. В ходе проведения проверки на трех судах было установлено, что они не своевременно сдавали данные источные воды на станции. По сути, воду в ОКИ суда не загрязняли, однако нарушили законодательство по безопасности плавания. Инспекторы портового контроля задержали часть судов до устранения выявленных нарушений. За моей спиной находятся суда, не получившие разрешение российского речного регистра на годность к плаванию. Также на судах, осуществляющих добычу песка и перевозку пассажиров, были выявлены такие нарушения, как отсутствие судовых и правоустанавливающих документов. Они вновь смогут пойти в рейс только тогда, когда все неисправности будут устранены. В то же время представителями инспекции государственного портового контроля по всей стране проводятся те проверки, которые, по словам президента страны Владимира Путина, позволяют улучшить состояние всего российского флота. Все суда, находящиеся в государственном судовом реестре, подразделяются по степени риска. Существует малая степень риска, это суда осматривается портовым контролем государственным раз в год. Средняя степень риска, это суда осматривается раз в 4 месяца. И высокая степень риска суда осматривается раз в 2 месяца. Считается, что средний срок службы судна 40 лет. Этот буксир-толкач Плес на ходу уже 43 года. Выглядит образцово-показательно. Как говорит капитан судна, все это стало возможно только благодаря тщательному уходу команды. На борту Плеса проходят ежедневные и еженедельные проверки. С 2012 года введена система управления безопасности судов, которые определяют все действия экипажа. Мы стараемся. Я так оцениваю состояние своего теплохода как хорошее. При хорошем уходе судно может прослужить и больше 40 лет. На этом буксире-толкачей с течением времени приходилось менять многие детали, которые отработали свой срок службы. По истечению своего моторесурса все три двигателя на этом теплоходе менялись по одному разу. Этот буксир-толкач достаточно большой, в длину 30 метров, ширину 8, высота его 8,5 метров. Может вести очень тяжелые земснаряды со средней скоростью 3 км в час. Капитан Плеса с удовольствием показал нам свое судно, не скрывая ни одного угла от выстрелов телекамеры. Кстати, название свое этот буксир-толкач носит неспроста. Плес – это участок реки, наиболее благоприятный для судоходства. Так что и у самого судна судьба складывается достаточно удачно. Хорошим примером эта команда может послужить тем, кто пока еще не так хорошо заботится о своем судне. Тогда и проблем на воде станет гораздо меньше. В региональном управлении ГИБДД рассказали о важных нововведениях, которые коснутся миллионов россиян. С сентября изменится порядок и правила сдачи экзаменов на права и процедура получения водительского удостоверения. Эти изменения были утверждены еще в 2014 году и за это время поступило немало предложений и замечаний от самих граждан и от автошкол. МВД их учло и представило новый регламент. Основные изменения коснутся теоретического экзамена. Если сейчас можно допустить только две ошибки, то по новым правилам за каждый промах добавят еще пять дополнительных вопросов. В ГИБДД утверждают, что сдать теорию теперь станет даже проще. Ошибка, если допускается в одном блоке, две, значит, соответственно, он получает оценку не сдал. Если по одной ошибке в разных блоках, соответственно, дополнительно по каждому блоку, ему даются еще пять вопросов, на которые он должен, соответственно, ответить. Если не отвечает, соответственно, он не сдает. На каждый вопрос по-прежнему одна минута. Зато на автодроме теперь не придется укладываться в жесткие временные рамки. Если на закрытой площадке организовано движение по кругу, соответственно, каждое упражнение входит в замкнутый цикл, значит, общее время всех прохождения упражнений и то расстояние, которое транспортные средства преодолевают от упражнения до упражнения, учитывается. И если кандидат-водитель укладывается в это суммарное время, соответственно, он сдает первый этап практический экзамен на закрытой площадке. При этом упражнений на закрытой площадке станет больше. Вместо обязательных трех элементов теперь пять. Помимо эстакады, параллельной парковки, разворота на ограниченном пространстве, а также заезды в бок с задним ходом, добавится еще одно задание – повороты на 90 градусов. А вот привычная змейка поменяется. Теперь это маневры на извилистой дороге. Впрочем, эксперты говорят, что на городских дорогах практики по-прежнему мало. Хотелось бы, чтобы автошколы посерьезнее относились к приему экзаменов. У кандидатов-водителей выпускают они же все-таки профессионалов на дорогу. А если выпускаем профессионал, соответственно, он должен сдавать с первого раза. Есть, конечно, водители, которые пренебрегают правилами дорожного движения. Соответственно, мы в учет ведем таких водителей. У нас есть определенная статистика, которую мы выкладываем на сетевом ресурсе у госавтоинспекции. Это водители, которые со стажем до двух лет попали в дорожное транспортное происшествие. И там указываются сведения об автошколе, в которой они обучались. Из нового регламента исключены и спорные моменты. Например, запрет на нахождение в машине инструктора. Теперь четко прописано, что при сдаче экзамена на дорогах общего пользования на правом переднем сидении должен находиться собственник машины или его представитель. Чаще всего речь идет именно об инструкторе. А вот инспектор должен находиться на заднем сидении, так чтобы видеть, на какие педали жмет будущий водитель и пассажир справа. На прошлой неделе мы показывали сюжет о деревне Рязанской области, отрезанной от цивилизации. Подъезда к населенному пункту нет. Сегодня к нам за помощью обратились жители поселка Соколовка. Улица Луговая, несмотря на то, что находится в черте города, совсем непроходима. И обязательным предметом гардероба каждого жителя давно стала пара резиновых сапог. Соколовка – окраинный район Рязани. Здесь в основном сосредоточены частные жилые дома. Но район развивающийся молодой. Только на улице Луговой, по словам жителей, проживает более 70 детей школьного возраста. И все же городская улица в бедственном состоянии. Не проехать, не пройти. Лужа во все полотно разбитой дороги, грязь по обочинам. И чтобы преодолеть такое препятствие, пешеходам необходим целый арсенал. Сейчас начнется школьный сезон, сентябрь. Все пойдут в школу, пойдут, также ходят в садики с двумя, с тремя. Вот мамочка у нас пошла, у ней трое деток, есть двое деток. У многих даже есть четверо, там по одному и так далее. Ну, дети, старики. Также работяги люди тоже идут на работу. Тоже не поедут же они в город в резиновых сапогах. По словам собравшихся жителей улицы, они уже обили пороги разных инстанций. Но ВОЗ и ныне там. Близится новый учебный год. И многие обеспокоены тем, как дети будут добираться до учебного заведения, которое, хотя и располагается на соседней улице, но оказывается буквально недостижимым. Даже вот в поликлинику идешь, в поликлинике делают замечания. Откуда вы приходите? Откуда вы столько грязи несете? Ну вот что, с ведром еще с тряпкой ходить, обувь мыть? Между тем, в общественной приемной депутата, к чьему округу относится Луговая в Соколовке, нам сообщили о том, что к осени дорогу приведут в более-менее приемлемое состояние. К моменту приезда нашей съемочной группы дорожные работы начались. Асфальтную крошку в начале улицы засыпали в ямы на наших глазах. Насколько такой ремонт спасет ситуацию, мы продолжим следить вместе с жителями Луговой. Разбитые урны, сломанные лавочки, разрисованные остановки. Рязань не раз сталкивалась с делами рук вандалов. Так и сегодня утром один из городских дворов лишился детской площадки. Более того, сотрудники полиции проверяют информацию о повреждении доски почета, которая располагается на площади Победы. Почему горожане вместо того, чтобы беречь результаты благоустройства, наоборот их уничтожают, узнавала наш корреспондент. Покачаться на этих качелях не смогут уже ни дети, ни взрослые. Даже при условии, что раньше на одних качелях была сломана спинка, на других нет половины сидений, качаться на них все-таки было возможно. Горожане привыкли, что детские площадки могут не быть в идеальном состоянии. И подобного рода дырки в сидениях или отсутствующая спинка не пугают приходящих сюда детей. Вся площадка довольно ухоженная. Здесь есть детская горка, лавочки. Но в этот раз дети, пришедшие сюда покататься на качелях, развернулись и ушли. Есть в этом месте и еще одна проблема. Это то, что осталось от качелей балансира. На них тоже не получится оттолкнуться от земли. Все эти неисправности, очевидно, были нанесены людьми. По этому поводу лицам, которые совершили повреждение частного или муниципального имущества, грозит административная и уголовная ответственность. В случае умышленного повреждения или уничтожения имущества, повлекшего нанесение значительного ущерба, виновное лицо привлекается к уголовной ответственности по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание по части первой этой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Если же значительного ущерба нанесено не было, правонарушитель будет привлечен к административной ответственности. В качестве наказания предусматривается штраф в размере от 300 до 500 рублей. Ответственность за эти качели несет одна из управляющих компаний. Регулярно красит их, следит за порядком на участке. Ее представители пообещали уже завтра прийти и осмотреть все поломки. Ну, мы ослуживаем территорию дворовую. Я давайте заявку приму. Ремонт качелей. Да. Восковольтная 18. Сломанные качели есть во многих дворах нашего города, но вот разбитое стекло на доске почета – это редкость. Подобный случай произошел на площади Победы. На постаменте прямо за вечным огнем расположены портреты отличившихся в своей отрасли людей нашего региона. Один из портретов сильно поврежден. На стекле видны дырки, сколы, крошки стекла провалились вовнутрь. За подобного рода порчу гражданам грозит уголовная ответственность. За осквернение или порчу сооружений в общественных местах также предусмотрена уголовная ответственность по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают штраф до 40 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет. Уголовная ответственность может наступить и в случае порчи таких сооружений в общественных местах, как фонари, скамейки, урны и другие подобные вещи. Если же порча была совершена ради хулиганства, с помощью поджога или взрыва, наказание будет уже до пяти лет лишения свободы. Хотя в последнее время на центральных улицах и в парках редко встречаются подобные происшествия. Граждане скорее там привыкли отдыхать и уважать отдых других, а не жечь или ломать скамейки. Если все рязанцы больше будут ценить и уважать свой город, все сооружения, которые в нем находятся, тогда и жить в Рязани станет приятнее, а город будет красивее. Техническое состояние школьных автобусов проверили в преддверии нового учебного года сотрудники Рязанской госавтоинспекции. Главная задача такого мониторинга – это еще раз убедиться в безопасности и эффективности перевозящего детей транспорта. Оксана Тебенихина расскажет подробнее. Безопасности детей на дороге сотрудники автоинспекции уделяют особое внимание круглогодично. Но перед началом учебного года работы им заметно прибавляется. Ведь проверки в этот период подлежат не только места пребывания детей, но и транспорт, на котором они ежедневно будут добираться до школы. В ходе обследований в автобусах были проверены аптечки, огнетушители, знаки аварийной остановки, противооткатные устройства. Что хочется сказать. Недостатки достаточно незначительные, но они имеют место быть, потому что каждый маленький недостаток в нашей работе может превратиться в большую проблему. Осмотр мы провели внутреннего состояния транспортных средств. Это, соответственно, порядок в автобусах, в первую очередь противопожарная безопасность. Работа и наличие, и работоспособность, и функциональность осветительных приборов. Сигналов подачи вызова тревоги и оповещения водителя. Громкоговорящие устройства, как внутри салона транспортных средств, так и... Полицейские проверили внешние световые приборы, исправность аварийной сигнализации, работоспособность фары, стоп-сигналов. В обязательном порядке проверялось и наличие у школьных автобусов системы ГЛОНАСС и тахографов. Ну и самое немаловажное место при осмотре автобусов мы уделили, конечно, работоспособности ремней безопасности. Потому что дети в основном школьного возраста, маленькие дети до 10 лет осуществляют перевозку эти автобусы, водители данных транспортных средств. Поэтому особое внимание мы уделили, в том числе, и ремням безопасности. После всех проверочных действий полицейские провели с водителями автобусов инструктаж, в котором обратили пристальное внимание на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. Инспекторы ГИБДД призвали водителей не оставаться равнодушными к детям после того, как они покидают автобус. Попросили напоминать несовершеннолетним о необходимых правилах при переходе проезжей части. Международный фестиваль воздухоплавания «Небо России» стартовал в Рязани в 14 раз. Участники разыграют Кубок России по воздухоплавательному спорту, а также Кубок Рязанской области. Но самое главное – спортсмены получат уникальную возможность подготовиться к предстоящему чемпионату мира, который совсем скоро пройдет в Японии. Несмотря на перемены в погоде, вчера участники все же смогли подняться в небо и провести первые полеты. Марина Комиссарова побывала на соревнованиях одного из самых зрелищных видов спорта. Плыть над поймой Аки, наблюдая, как среди облаков играют лучи восходящего солнца, окрашивая покрытую травой росу яркими бликами. Воздушный корабль, величественно плывущий над поверхностью Земли, послушный только движению ветра. Несмотря на все объясняющие движения аэростата, законы физики воспринимается как самое настоящее волшебство. Каждая оболочка неповторима и обладает своей собственной красотой, своим характером, узнаваема среди сотен других. В этом году в небе над Рязани упарят 26 аэростатов, вызывая неизменный восторг и улыбки тех, кто случайно увидел воздушный шар высоко в облаках. Вплоть до воскресенья рязанцы могут увидеть летучие корабли в небе. 26 экипажей борются за Кубок России и за Кубок Рязанской области. Мало кому известно, что для того, чтобы поднять аэростат в воздух, необходимо работать целые команды. Наблюдая воздухоплавателей в небе, мы и не подозреваем, какой сложный процесс предшествует полету. Аэростат состоит из корзины, газовой горелки и оболочки. Именно с помощью газа нагревается воздух, заполняющий оболочку и поднимающий шар в воздух. Добавляя или убавляя огоньку, пилот регулирует высоту движения своего корабля. При этом ловит ветер, лавирует между движущимися на разных высотах воздушными потоками. И процесс этот очень сложен технически. Перед каждым полетом пилоты внимательно изучают метеопрогнозы и уже в соответствии с ними выстраивают стратегию своего путешествия. Менять направление движения в воздухе невозможно. Чтобы достичь заданной конечной точки полета, необходимо выбрать максимально удачную точку взлета. Очень интересные места, очень интересные ветра, долина, которая всегда дает возможности. В любую погоду, имеется в виду, конечно, не в дождь, но с хорошей вилкой летать пилотом, всем нравится. Фестиваль неба России к сегодняшнему дню уже стал легендой. Для спортсменов это второй по значимости рейтинговый чемпионат. Сюда из года в год приезжают самые сильные спортсмены страны, чтобы выполнить череду заданий в условиях одного из удачнейших для полетов ландшафта в пойме Аки. Каждый соревновательный день является своеобразным сюрпризом для участников. Задания спортивной дирекции составляют ежедневно, учитывая погодные особенности следующего дня. Это для всех будет как бы, ну, та приятная неожиданность, которую они за ночь придумают под утренний полет. Или в течение дня под вечерний полет. Об этом никто не знает. Знает только его величество ветер, и они под ветер будут планировать, чтобы пилоты после полета пришли в бурный восторг и сказали, ну, такого полета в моей жизни не было. Нашей съемочной группе повезло наблюдать один из самых красивых спортивных полетов. Аэростаты стартовали в 18.30, немного задержавшись из-за капризов погоды. Но в целом зрелище, которое удалось нам созерцать, оказалось, как всегда, невероятным. Стоящие на земле люди воспринимают массовое движение шаров как чудо. А для каждого из пилотов это ответственный момент в спортивных соревнованиях. Основная задача пилотов – это прилететь в заданную точку. То есть, для того, чтобы отметиться как-то в этой точке, как раз у пилотов есть вот так называемый маркер. Это, в общем-то, мешочек с песком, 50 грамм, зашитый в ленточку полтора метра длиной. Фестиваль воздухоплавателей состоялся впервые в СССР именно в Рязани. Это был 1990 год. После перерыва длиной в 15 лет в 2007 году фестиваль вновь стартовал над нашим городом. Каждый август завороженные чудесным плаванием воздушных кораблей жители поднимают головы вверх и машут руками, провожая сказочных капитанов, улыбающихся из корзин. Фестиваль продлится до воскресенья, 21 августа. И уже завтра вечером в пойме реки Павловки за торговым центром премьер состоится одна из самых красивых частей фестиваля – ночное свечение аэростатов. Начнется свечение в 21.45, когда стемнеет. Не пропустите это удивительное по красоте и величию шоу, ставшее изюминкой самого романтичного мероприятия нашего города. На этом у меня все. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера и летнего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok